В полуразрушены дома, повалены деревья. В Гватемале снова мощное землетрясение. Очень сильное землетрясение. Мы испугались. Мы спали и вдруг почувствовали движение. Я вскочила и закричала, позвала сестру и племянников. Вещи падали, было очень страшно. Мы как можно скорее выскочили из дома. Слава богу, всё успокоилось, но перепугались мы не на шутку. По данным геологической службы США, сила подземных толчков составила 6,8 балла. Точно такой же по мощности было в стране неделю назад. Тогда погибло несколько человек. На этот раз, к счастью, обошлось без жертв. «Сообщения о погибших нет. Спасатели помогли одной женщине. У её дома пострадали крыши и стены. Часть стены обрушилась». Эпицентр залегал на глубине 47 километров в Тихом океане, в 40 километрах юго-западнее города Уэрто-Сан-Хосе. Подземные толчки ощущались и в соседнем Сальвадоре. Напомним, пять лет назад в результате землетрясения в Гватемале погибло более 40 человек. Но самое разрушительное было в 1976 году. Тогда погибло почти 30 тысяч человек. Более 70 тысяч пострадали. В Йемене продолжает распространяться холера. По данным ВОЗ, число заболевших ежедневно увеличивается на 4%. Число смертей возрастает на 3,5%. Зарегистрировано около 180 тысяч случаев подозрений на холеру. Более 1200 человек умерли от этого заболевания. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен назвал эпидемию искусственно созданной катастрофой. «Всё из-за вооружённого конфликта. Это создано людьми. Ситуация тяжёлая, цифры ошеломляют. И всё только ухудшается. В дополнение к холере людям не хватает еды и медикаментов. Вот о чём должны думать конфликтующие стороны». По мнению Брайена, все участники гражданской войны должны признать, что несут совместную ответственность за гуманитарную катастрофу, которая охватила страну. Представитель благотворительной организации Oxfam призвал власти Йемена разрешить гуманитарный кризис и не раздувать вооружённый конфликт. «Власти Йемена щедро субсидируют войну и также зарабатывают на поставках оружия, боеприпасов, военной техники, технологий, оказывают материально-техническую и финансовую поддержку военным действиям. Это разжигает конфликт, а не уменьшает страдания людей». Гражданская война в Йемене началась три года назад. С тех пор погибло более 10 тысяч человек. Система здравоохранения в стране почти разрушена. По данным ООН, в Йемене работают всего несколько больниц. Всех пациентов там разместить невозможно. При этом 75% йеменцев недоступна чистая питьевая вода. В прошлом году в Йемене также была эпидемия холеры. Масштабные пожары охватили леса в муниципалитете Магер на юге Испании. Огонь вспыхнул вечером в субботу. И уже ночью власти эвакуировали людей. Более 1500 человек покинули свои дома, также гостиницы и кемпинги. «Мы увидели огонь в той стороне. Он приближался. Нам сказали, что надо уходить. Мы в спешке бежали, в чём есть. Из отеля тоже всех эвакуировали. Сплошной хаос был». «Огонь заметили около девяти вечера. Уже в полночь приехали полицейские и попросили покинуть дома. Жена спала, а я только вернулся от дочери. Пришлось уходить». К 11 часам утра в воскресенье в небо поднялись 11 самолётов и 10 вертолётов. Они тушат огонь с воздуха. В операции также задействованы десятки наземных транспортных средств. Ситуацию осложняет жара и постоянно меняющийся ветер. Пламя угрожает национальному парку Даньяна. С 1994 года он включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В заповеднике обитают редкие животные. Между тем, власти автономного сообщества Андалусия сообщают, погода стала благоприятнее. «Мы просим людей сохранять спокойствие. Операция продолжается. Сейчас ветер стал благоприятнее, но мы не ослабим усилий. Безопасность – наш приоритет». По данным экстренных служб около 750 человек временно размещены в спортивных центрах. Некоторым жителям разрешили вернуться домой. О пострадавших или погибших не сообщается. Причина пожара пока не установлена. Десятки пострадавших в результате взрыва бензовоза в Пакистане доставили в больницы. Среди них женщины и дети. Погибших в результате трагедии не менее 146. «На место прибыли вертолёты. Всех, кто был в критическом состоянии, отправили из Бахавалпура в ожоговые центры городов Мултан и Кхариян». Авария произошла в воскресенье в городе Бахавалпур. Бензовоз, ехавший по трассе, на большой скорости перевернулся. У него пробило колесо, и водитель, скорее всего, не справился с управлением. После этого на дорогу пролилось топливо. В баке было 26 тысяч литров. Местные жители бросились собирать бензин в ёмкости. Полиция пыталась людей оттеснить, однако они целыми семьями, включая детей, продолжали оставаться у места аварии. Что стало источником искры, пока сказать сложно. Как предполагается, взрыв произошёл из-за того, что на месте разлива топлива кто-то курил. Тела некоторых так сильно обгорели, что опознать их удастся только с помощью ДНК-тестов. Премьер-министр Пакистана Навас Шариф прервал свой визит в Лондон. Дороги страны считаются очень опасными. Водители часто нарушают правила, а сами машины – нередко в плохом состоянии. Мексика уважает американские законы, но она также увеличит количество мест в США, где граждане страны смогут получить юридическую помощь консульства. Об этом заявил замминистра иностранных дел Мексики по Северной Америке Карлос Сада. Своё заявление он сделал на фоне ужесточения миграционных законов в американском Техасе, штате с наиболее протяжённой границей между США и Мексикой. Полиции разрешили спрашивать людей об их миграционном статусе. «Мы уважаем американские законы, но мы также следим, чтобы власти не нарушали правовых процедур. Самое главное, чтобы наши люди чувствовали защиту. Вот почему мы предприняли дополнительные действия». Закон, который поддержали республиканцы, вступит в силу в Техасе 1 сентября. Он первый в своём роде со времени вступления в должность президента Дональда Трампа. Как ожидается, он поможет бороться с нелегальной миграцией в так называемых городах-убежищах. «Такие ситуации, без сомнения, криминализируют миграционный феномен ещё сильнее, в добавок к распоряжениям, которые Дональд Трамп издал несколько месяцев назад». Согласно закону, главам полиции, шерифам и пограничникам будут грозить тюремные сроки, если те откажутся сотрудничать с миграционными органами. Полицейские также получили право во время правомерного ареста спрашивать человека о его миграционном статусе. В настоящее время в США есть ряд городов-убежищ, включая Техас, где нелегалов не преследуют за нарушение миграционного законодательства. Дональд Трамп ранее называл такие города бедствием для США. Генеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот выдвинул обвинение во взяточничестве против президента Мишела Тэмера. Это обвинение он направил в Федеральный Верховный суд. Согласно бразильским законам, президент обладает частичной неприкосновенностью. Начать судебное расследование в отношении него может только Верховный суд. Но он также должен получить разрешение Нижней Палаты Конгресса. Если это произойдёт, то впервые в истории Бразилии суд предъявит обвинение действующему главе государства. По данным прокуратуры, Мишел Тэмер получил через посредника взятку в размере 152 тысяч долларов. Эти деньги заплатил крупный бразильский бизнесмен. Ожидается, что за этим обвинением последуют и другие. Генпрокуратура подозревает непопулярного президента и в других преступлениях, связанных со взятками, налоговыми и банковскими махинациями и другими правонарушениями. Для начала судебного разбирательства в отношении Тэмера необходимо набрать две трети голосов в Нижней Палате Конгресса. Однако более половины депутатов принадлежат политическим партиям, которые входят в правящую коалицию. Они могут заблокировать процесс против президента. В противном случае Тэмеру официально предъявят обвинение и отстранят от должности на 180 дней. Если его признают виновным, то он покинет пост президента. Если оправдают, то вернётся к своим обязанностям. Ни сам Тэмер, ни его адвокат не прокомментировали произошедшее. Ранее президент заявлял, что не причастен ни к каким преступлениям. В мае в Бразилии разгорелся коррупционный скандал после того, как двое крупных предпринимателей передали в Верховный суд страны аудиозапись. На ней Тэмер просит подкупить бывшего спикера Нижней Палаты Конгресса. Напомним, Мишел Тэмер занял пост президента после импичмента Дил Мерусев. Её сначала отстранили от должности по обвинениям в коррупции. А в августе прошлого года сенаторы большинством голосов поддержали импичмент. После лондонского пожара власти немецкого города Вупертель проверили 70 многоэтажных зданий. Инспекторы выяснили, что облицовка этого 11-этажного дома такая же, как у сгоревшей в Лондоне высотки Гринфилд Тауэр. Жильцов решили срочно эвакуировать. «Здесь легко воспламеняющаяся облицовка. При этом до аварийной лестницы можно добраться только через балкон. Если загорится фасад, люди окажутся в ловушке. Зная, как быстро сгорел дом в Лондоне, мы решили, что не можем подвергать жителей опасности». Для жильцов эвакуация стала неожиданностью. «Я вернулась с работы и увидела полицию. Нам дали 15 минут на сборы. Я потрясена, не понимаю, что происходит». Владельцу здания теперь предстоит заменить облицовку фасада. Ремонт может занять несколько недель. На это время жильцов поселят в другие квартиры. Лондонский жилой дом Гринфилд Тауэр загорелся ночью 14 июня, когда многие уже спали. Из-за пожароопасной облицовки пламя распространилось очень быстро. В огне погибли 79 человек. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала провести скрупулёзное расследование причин пожара. При этом в стране идёт проверка высотных зданий. Инспекторы уже нашли 95 многоэтажек с пожароопасной облицовкой. Печальная картина на побережье в пригороде ливийской столицы Триполи. Сюда вымывают тела мигрантов, погибших в Средиземном море. Первые начали появляться в конце прошлой недели. Некоторые тела успели повредить бродячие собаки. Вдоль побережья работают волонтёры Международного Красного Креста. «Мы начали собирать тела, получив сообщение от ливийской береговой охраны. Начали в воскресенье и до сих пор ищем и собираем. Сегодня нашли 24 тела. Работать в этой местности непросто. Но благодаря помощи Божьей и добровольцев мы это сделали». По всей видимости, все эти погибшие – с одной лодки, которая затонула. Обычно такие суда перевозят сразу более ста человек. Так что в ближайшие дни, скорее всего, на побережье будут находить новые тела. В понедельник в водах Средиземного моря удалось спасти с ненадёжных судов около пяти тысяч человек. Операции совместно проводили ливийские спасатели, итальянская береговая охрана, гуманитарные организации и добровольцы на своих судах. Несмотря на все меры, принятые в ЕС и Ливии, поток мигрантов по Средиземному морю в Европу не иссякает. Люди продолжают рисковать жизнью в надежде на лучшую долю в развитых странах. Спасательные операции продолжаются. Президенты греческой и турецкой частей Кипра встретились на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана. В переговорах по вопросу объединения разделённого острова участвуют также высокопоставленные чиновники из ООН Евросоюза и министры иностранных дел Греции и Турции. Советник генерального секретаря ООН по Кипру отметил, что наилучшим результатом будет договор. «Конечно, самым большим успехом будет всеобъемлющее соглашение по Кипру. Это сложно, но возможно, ведь столько уже обсудили. Если работать на самом деле продуктивно, не спешить, фокусироваться на главном, то цель не так уж недосягаема. Её можно достичь». На протяжении более 40 лет остров разделён на республику Кипра, населённую этническими греками, и республику Северного Кипра, где проживают в основном этнические турки. Ещё 2% территорий занимают британские вооружённые силы. Некоторые наблюдатели отмечают, что эти переговоры – последний шанс для решения проблемы. «Конечно, пройти эту последнюю милю должны участники конференции. Они должны мыслить более широко, рассматривать новые идеи, чтобы в итоге с этой прекрасной швейцарской горы мы, наконец, спустились с планом». Странами-гарантами выступают Греция, Турция и Великобритания. Их представители также участвуют в переговорах. «Сегодня утром мы слышали то, что вселило в нас надежду и уверенность. Лидеры Кипра и три страны-гаранта приехали на эту конференцию с намерением преодолеть трудности и решить вопросы». Завершатся переговоры 7 июля. Синоптики обещают, что в ближайшие дни в Грецию придёт сильная жара. А тем временем на улицах растут горы мусора, которые никто не убирает. Сборщики мусора бастуют по всей стране с прошлой недели. Температура воздуха уже поднялась до 36 градусов. Отходы источают зловоние. И всё это в разгар туристического сезона. «На улицах очень грязно. Кругом мусор, запах повсюду. Это довольно неприятно. Стоит вонь. И мне это не нравится. Но сборщиков мусора можно понять». Между тем врачи бьют тревогу. Кучи мусора привлекают насекомых, мышей и крыс. «Просто ужас. С этим надо что-то делать. Ужасно и очень неприятно. Проблему с мусором нужно решить. Иначе скоро заведутся тараканы и мыши. Беспорядок просто». Профсоюз коммунальных служб требует, чтобы правительство заключало со сборщиками мусора постоянный, а не временный договор. Контрактники боятся потерять работу. Однако власти отказываются выполнять требования, ссылаясь на экономический кризис в стране. Во вторник премьер-министр Греции провёл переговоры с профсоюзом, но к согласию пока не пришли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова